Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 16 декабря, день Ивана Молчальника. Сегодня день памяти преподобного отца Иоанна Молчальника. В течение всей юности он прилагал великое страдание, чтобы плоть поработить духу, не быть рабом чрева и не дозволить страсти, особенно гордости, обладать собой. И стал он мужем дивным в добродетелях. Он даже жил в пустыне в одиночестве 9 лет, питаясь одними травами. Получив от Бога целительский дар, Иоанн день и ночь помогал больным людям, исцеляя их силой молитвы. Сегодня старались быть немногословными, потому что верили. Кто будет меньше говорить, тот обязательно встретит свою удачу в ближайшее время. Утром старались помолиться перед иконой Иоанна Молчальника. Молились молча, в уме. Вообще сегодня наши предки старались как можно меньше общаться. Считали, что такое поведение в течение всего этого дня позволит привлечь удачу. Народе верили, что обет молчания избавляет человека от невзгод и лишений. А сегодня нечистая сила может голос украсть. Поэтому старались молчать. Что такое обет? Обет – это обещание, данное Богу, которое надо было выполнить в обмен на помощь в каком-либо деле. Крестьяне старались пораньше закончить свою работу и лечь спать, чтобы не сидеть в темноте. Дело не только в экономии лучин. Сегодня опасались встречи с нечистыми силами, потому что сегодняшняя ночь сознания народа связывалась со смертью и потусторонним миром. Частенько нечистую силу изображали в образе черной коровы. И обычно с полуночи и до трех часов потусторонние силы проявляют свою активность и могут навредить. Приметы. Если сегодня мало снега, это к неурожаю. Если снегири сегодня под окном поют, это к оттепели. Если в декабре бывает гром, то это к сильным ветрам. Доброго здоровьица! Танюша, видишь, прекрасная роза. Да, очень красивая. Где взяли? Где взяли? А знаешь вообще, роза – это шиповник. Ну, то, что роза и шиповник – родственники, я, конечно, знаю. Розу люблю, как многие женщины. И я, между прочим, делаю из неё, привет, розовую воду. Розовую. Да, потом это замораживается. И кубиками, ну, не каждый день, целый год, не 365 дней. Но да, делаю, особенно в летнее время. И, конечно же, шиповник вот пьют все. Но многие, и я к ним отношусь, ленятся. Я очень хочу, да, чтобы мы сегодня поговорили, вы поговорили, и я узнала, и зрители узнали. Такого о шиповнике, чтобы вдохновило меня на то, чтобы пойти, в конце концов, купить уже правильный термос и пить правильный напиток. Тем более, идём в холод. Идём в холод. Действительно, для того, чтобы нам теперь преодолеть все эти холода, укрепить свой организм. Очень хорошо использовать шиповник и боярышник. Вот смотри. Ой, а чем они отличаются? Вот это кто, мелкий? Вот это мелкий, это как раз боярышник. Боярышник кроваво-красный. Вот он высох у нас. И этот... Мелкий такой. Да. Она в основном будет у нас поддерживать, особенно сердце. Работу нашего сердечка. А должен сказать, что зимой... Вообще, надо начинать с того, что функция сердца, она горячая. А зимой температура понижается, и оказывается, самое слабое сердце – это в январе. Поэтому хорошими такими тёплыми напитками надо поддерживать работу нашего сердца. И боярышник, как раз кроваво-красный, это всё поддерживает. Но ещё, естественно, и шиповничек. Он также красненький у нас. Даёт такой красивый цвет. А чем они отличаются друг от друга? Ну, они отличаются, конечно, и по своему там составу биологически активных веществ. Но, тем не менее, они прекрасно друг друга дополняют. И вот шиповничек мы собираем. Сейчас как раз время настаёт сентябрь. Одеваются перчатки такие, потому что он колючий. И обрываются. Потом они такие ягодки красненькие. Потом надо, значит, чтобы они там подсушились немножечко. Вот когда они подсушатся, вот они уже становятся вот примерно вот такого цвета. Я имею в виду не с точки зрения химического состава. И не с точки зрения, может быть, пользы. А с точки зрения, ну, какой-то такой житийской разницы. Я просто представила себе картину. Моя мама на рынке. Пожалуйста, боярышник, шиповник. Вам что, боярышник, шиповник? Что? И боярышник, и шиповник. Оба, да? Оба, брат. Они прекрасно друг друга дополняют. И, значит, что у нас делает шиповник? Вот мы его будем в основном брать как основу для наших напитков в холодное зимнее время. Итак, мякоть. Мякоть, значит, что она содержит? Огромное количество витамина С. Причём такого витамина, который активен. И самое интересное, его столько много, но передозировки быть не может. И лучше всего, смотри, вот для того, чтобы получить как можно больше витамина С, его, конечно, лучше всего заваривать на ночь. Мы берём. Вот сейчас мы как раз это и сделаем. То есть, когда завариваешь на ночь, в чём смысл? В чём фишечка, да? Не в том, чтобы ночью энергия Луны повлияла. Нет, просто количество часов. Можно и утром заварить, а вечером пить. И, в общем, всего это всё делать в термосе со стеклянной колбой. Почему? Потому что витамин С, он быстро распадается. А нам надо так, чтобы вроде бы экстракция шла, этого витамина С, биологически активных веществ, но не разрушалась. Поэтому лучше всего его залить в термосе со стеклянной колбой и пусть он настоится в течение ночи. А я вот хочу показать разницу. Может быть, наши режиссёры и оператор Олег сейчас увидят. С одной стороны, вот он, боярышник, а с другой стороны, шиповник. Казалось бы, они родственники, смотрите, какие разные. У одного косточка, как у вишенки, а у другого прям вот семена. А эти семена и косточки, они тоже полезные? И семена, и косточки по-своему полезны, но они уже требуют своего собственного применения. Вот смотри, мы в основном используем оболочку и внутренности. Из оболочки извлекаются вот эти биологически активные вещества. И, кстати, давай как раз мы их и нальём. Вот я до этого залил. Что у нас получилось? Вот какой он настоялся. Вот правильный цвет такой. Насыщенный. И этот правильный цвет... Такой чайно-шоколадный такой. Вот смотри, мы налили вода, даже пенится. Это говорит о том, что вот этот напиток обладает свойствами, которые будут очищать наше кровяное русло от холестерина, от разного рода отложений. И также шиповник за счёт пигмента, который имеется здесь. Видите, какой-то пигменчик. Он способен способен тому, что начинает очищать наши почки. Так, можно я повторю? Если что-то вот пенится, ну я не про пиво, конечно, говорю, а про растения. Вот, допустим, овощной бульон, когда варишь, пена пошла. Вот шиповник настоялся вот с пеной, да? Это значит, что этот продукт, эта еда будет чистить сосуды. Да. Классно. То есть обладает такими мылящими свойствами. Вот эта вот как раз мембранка, которая образуется, она хорошо убирает различного рода там грязь в себя, связывает и выводит прочь из организма. Ладно, а про цвет. Почему коричневый такой вот, он как прям вот настойный такой, как вот виски прям какой-то шотландский. Да, виски шотландские. Так вот, как раз и выходят пигменты, и эти пигменты способствуют тому, что они очищают и кровь, и кровяное русло, и одновременно они очищают почки. Одно из лучших средств, которое очищает почки, это является как раз шиповник. И причем не просто, вот когда мы пьем шиповник, из плодов, но еще также корни шиповника. Корни шиповника обладают, замечено в народной медицине, ярким камневробящим действием. Корни? Да. Именно шиповника? Именно шиповника. Вот, вот уже пошла разница. Не боярышника, а именно шиповника. Не боярышника, да. А боярышник, когда мы сюда добавляем, кстати, давайте сейчас как раз и сделаем. А что хотим сделать? Что? Мы сейчас сделаем, ну давайте вот так вот, да? Заварим что-то? Да, заварим. Мы возьмем одну часть. 20 лунные сутки. Энеритика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнения, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание либо ходьба на ягодицах. 21 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделайте это сейчас в самое благоприятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!